Приветствую вас. Я думаю, что нужно разделить ваш вопрос на две такие составные части. Первая часть, она будет касаться того, что вы, вообще так говоря, не можете жить, никого не обижая, не оскорбляя, потому что люди обижают и оскорбляются не из-за вас. Люди обижаются и оскорбляются исключительно по причине того, что они, ну, сами к этому расположены, да, у них есть расположение к тому, чтобы обижаться и оскорблять. Что такое обиды, вообще? Ну, что такое обиды, что из себя представляет обиды? Обиды это, во-первых, завышенные ожидания. Вот. Да, это первое. То есть у людей есть определенные завышенные ожидания от, например, вас. И никак ответственность за эти ожидания вы не несете. Потому что ожидания появляются вне зависимости от вашего участия, вне зависимости от того, хотите ли вы, чтобы они появились, чтобы они, ну, чтобы они были. Они просто есть. Эти ожидания. И все. Вот. Поэтому здесь нужно вот именно такой момент обязательно учитывать, если мы хотим вам эту ситуацию понять. Обиды являются также привычной моделью поведения для некоторых людей, к сожалению, к сожалению, опять-таки. Вот. Ну, так. У некоторых людей получается, что они вот привыкли обидаться и тем самым для себя они получают определенную выгоду. Вот. Иногда. Иногда они этого не хотят, но это происходит как бы вот, помимо их желания происходит. Ну, подобные вещи происходят. Помимо их желания, помимо их вообще вводят. Вот. Вот. Это что касается обид. Что касается оскорблений, что здесь ситуация такая, что, опять же, оскорбить человека может только он сам. Не может кто-то другой взять и оскорбить человека. Вот. Знаете-ка. Ну, невозможно. Невозможно просто взять и оскорбить человека. Да. Да. Это так не работает. Вот. И если мы говорим с вами о том, что человек оскорбляется сам, если мы говорим с вами, что человек оскорбляется сам, что в таком случае, опять же, важно понимать только, что вы не имеете отношения к этому, к тому, что человек оскорблен. Вот. Это одна сторона. Одна сторона и один вопрос. Другая сторона. Другая сторона. И другой вопрос. Включается в том, что вы действительно можете кого-то обидите, кого-то оскорбить. Как вы на это реагируете и почему? Первый вопрос. Второй вопрос. Что конкретно вы делаете? То есть, понимаете, с одной стороны, мы живём в мире людей. С одной стороны, мы живём в мире людей. И мы не можем не задеть кого-то при всём, при всём, вот, желании, при всём, вот, стремлении. Мы не можем иногда кого-то не задевать, потому что мы не знаем, что человеку обидно, мы не знаем, что у человека, что, какие слабые места у человека. Мы не можем этого знать, в принципе. Но. Но. мы можем вести себя в соответствии со своей, допустим, совестью. Мы можем вести себя, допустим, в соответствии со своими ценностями. Понимаете? И мы можем вести себя так, как мы считаем, мы нужным. И может быть проблема ваша основная в том, что вы не уверены в себе. может быть проблема, основная ваша в том, что вы просто не можете на себя опереться, ну, где-то, в чём-то, как-то. Понимаете? Поэтому здесь нужно исследовать. На мой взгляд. этот момент, и вот где-то между тем, как реагируют люди сами по себе и тем, что делаете конкретно вы, вот где-то между этими двумя вещами и находится истина. Скорее всего, как правило, и вот вместе с психологом вам и требуется ее, эту истину, опускать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.